Нажми колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет распаковка телефона. Очень крутого. Название вы уже прочитали. Это Blackview BV5000. Смотрим, оценил продавец 48 долларов 595. И подписал, что это Android смартфон. На самом деле, телефон покупался за 100 долларов. И это правильно, что он так оценил в половину. Так нужно и делать. Дошел смартфон за месяц с копейками около 5 недель. И хочу вам рассказать. Это защищенный смартфон. И, ребят, все защищенные смартфоны, они какие-то урезаны. Например, там стоит Android, допустим, 4.4 KitKat. Здесь же уже стоит Android 5. Либо смартфоны влагозащищенные. Все вообще защищенные. Они очень дорого стоят. У этого адекватные характеристики и адекватная цена. Кстати, этот еще должен быть с богатой комплектацией. Вот так вот все упаковано. Есть уплотнитель. И в пакете больше нет ничего. О, отлично. Значит, вот такая вот у нас коробка белая. BV5000. Очень приятная такая на ощупь. Здесь вот такие вот кирпичики. Задняя часть у нас Android. 5 дюймов. 13 камера. 2 гигабайта RAM памяти. И 16 встроенной. Ну, давайте посмотрим нашу богатую комплектацию. Значит, сам телефон. Телефон у нас вот такой вот кирпичик. Цвета хаки. Дальше. У нас есть наушники. У нас есть micro USB кабель. Кабель OTG. Зарядник. Зарядная у нас 5 вольт 2 ампера. У нас здесь идет отвертка с 8 винтами. Потом я расскажу для чего это. Защитная пленка. И, конечно же, вот такая вот инструкция. С хорошей полиграфией. На русском языке. Здесь на английском. Очень круто. Все, друзья. Я думаю, комплектация вас также удивила. Телефон поддерживает OTG. Есть наушники. Есть наушники. Защитная пленка. Ну, круто. Офигенно. На телефоне уже установлено. Телефон имеет 5 дюймов. HD разрешение. Три сенсорные клавиши, которые подсвечиваются. Камеру на 2 мегапикселя. Динамик. Датчик освещения приближения. И датчик движения жестов. Дисплей Gorilla Glass 3-го поколения. Также на дисплее присутствует элеофобное покрытие. Корпус телефона выполнен полностью из пластика. Есть только на левой и правой грани металлические вставки. Где у нас, собственно, есть болты. Слева у нас качелька громкости. Плюс-минус. Справа торца. Кнопка включения блокировки. Сверху у нас под заглушками скрывается кабель microUSB для зарядки. И джек 3.5. Снизу у нас нет ничего. Задняя часть это должен быть громкий динамик. Вспышка и камера на 13 мегапикселей. Но это интерполяция. Должна быть 8-честная. Под крышкой у нас находится прокладка для защиты от влаги. Здесь у нас на английском текст. Что и как. Убираем нашу прокладку. Достаем аккумулятор, который заявлен на 5000 мАч. И убираем нашу скотчевую заглушку. Батарейка реально такая, знаете, увесистая. Отписано, да, 5000 мАч. Но тяжелая. Давайте даже взвесим. 85 грамм. Только батарея. Значит, в телефоне у нас полноразмерная сим-карта и микро-сим-карта. Также поддерживается карта памяти. А теперь давайте я вам расскажу, для чего нужны те винты. Если вы не собираетесь погружать телефон случайно под воду, то эти болты, собственно, не нужны. Хорошо прикладывайте вот эту прокладку. После хорошо устанавливайте крышку заднюю. И потом вот сюда уже устанавливайте болты. Очень хорошо прикручиваете. Здесь IP67, как заявляет производитель. Но я слышал, что здесь IP65. То есть, если вы закрутите болты, обольете телефон кофе, или просто попадете под дождь, или руки как-то там помоете, или упустите телефон в ванну, в унитаз, то он это выдержит. А так, конечно, под водой снимать камерой не рекомендую. Он у вас все-таки зальется. Так что здесь IP65. Ну а теперь давайте, собственно, включим наш телефон. 3, 2, 1. Пошло вибро, телефон включается. 5 дюймов очень хорошо лежит в руке. Можно пользоваться одним пальцем. Вот для сравнения Galaxy Note Edge. То есть мы видим, здесь 5,6, здесь пятерка. И по толщине, чтобы вы тоже понимали. 254 грамма. Кстати, толщина корпуса 13 миллиметров. Здесь стоит пакет иконок. Лаунчер установлен от производителя. Так что нужно будет привыкнуть. Зайдем в настройки. И выставим, конечно же, наш язык. Для передачи данных вы можете воспользоваться Bluetooth, либо Hotk Note. Две сим-карты. Также телефон поддерживает управление жестами. Сблокировка двойным табом. Также можно сделать скриншот тремя пальцами. Хранилище и USB. 16 гигабайт. У нас накопитель. GPS должен работать также адекватно. Но это мы все посмотрим в полном детальном обзоре. Давайте послушаем наш динамик. Ребят, ну динамик очень крутой. Сыщенный, басистый, громкий. Мне нравится. Отсветка также присутствует. Кстати, телефон можно выбрать в трех цветовых решениях. Это черный, цвет хаки, ну и, конечно же, оранжевый. В руке сидит удобно. Давайте также посмотрим нашу камеру. Есть у нас посылка. И давайте посмотрим, что у нас по настройкам. Интерфейс у камеры стандартный. Здесь 13 видим. И видео выбираем хорошее. То есть это Full HD. Посмотрим автофокус. Автофокус присутствует. Да, автофокус присутствует. Клацаем. Как видим, фотографируют очень быстро. Теперь давайте со вспышкой. Есть такое. Сейчас фото вы видите на экранах. И, конечно же, давайте снимем видео. Тест камеры BlackVue BV5000. Фокус. Фокус у нас только по табу. Да, как мы видим. Телефон поддерживает ОТГ. Это тоже большой плюс. Есть вот такие вот заглушки. Что очень-очень круто. Давайте подведем, друзья, итоги. Телефон не лагает, как мы видим. Все четенько. Релиофобное покрытие присутствует. Но нужно снять пленку. Телефон все в полном обзоре. Телефон сразу скажу, мне понравился. Ссылка будет в описании. Батарея здесь заявлена 5000. От производителя на деле. 4600-4700. Но я еще сам проверю USB тестером. Специальным устройством. Так что скоро будет обзор. Тебе понравилось это видео? Поставь лайк данному ролику. Помоги каналу, сделав репост. Тебе есть что сказать? Пиши, пожалуйста, комментарии. Ну еще можешь, конечно, заглянуть в мои плейлисты. Там много интересного. Пиши, спасибо. КОНЕЦ